Сейчас мы с вами затронем очень важную тему. Это тема прощения. Покой, прощать, как прощено нам. В послании к Ефесянам, в 4 главе, в 33 стихе мы читаем, «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Это обязанность каждого христианина прощать так, как он сам прощен во Христе. Это слова апостола Павла, записанные им под водительством Святого Духа, мы должны прощать, следуя примеру всемогущего Бога. Следуя примеру того, кто совершенен, кто никогда не согрешил сам, мы должны прощать так же, как и Он прощает, тем более, что мы согрешаем. Среди нас нет никого без греха. Вот вы видите перед собой очень глубокое высказывание о том, что мы должны нести прощение этому миру. Прощение — это особое состояние сердца, основанное на том, что Бог во Христе уже простил нас. По отношению к каждому из нас кто-то когда-то обязательно согрешит. Грешим не только мы, грешат другие люди, живущие с нами под одной крышей, наши родители, наши дети, супруги, коллеги на работе, члены нашей церкви, с кем мы занимаемся каким-то бизнесом вместе. Даже люди на улице, водители на дорогах, они тоже грешники и могут согрешить по отношению к нам, подрезав нас на дороге или не пропустив нас, когда должны. Кто-то, может, поцарапал вашу машину случайно или намеренно. Каждый из нас может представить кого-то, кто каким-то образом обидел его, быть может, даже предал, был вашим другом какое-то время и воспользовался этим. Кто-то, может, распространял о нас сплетни. Этот список можно продолжать, но мы должны прощать, как и Бог во Христе простил нас. И наша способность прощать во многом зависит от того, насколько мы осознаем, насколько мы размышляем о том, что мы прощены Богом. это должно стать состоянием нашего сердца, когда мы принимаем истину, что Бог прощает нас, грешников, и поэтому мы должны в свою очередь прощать других, тех, кто грешит против нас. И об этом необходимо размышлять в уединении. И это касается всех, каждого из нас. Необходимо, чтобы мы думали не столько о том, как нас обидели, но размышляли вместо этого о том, как мы обидели Бога, как мы распяли Христа, того, кто прощает нас. И необходимо пропитаться этой мысли. И те из нас, кто смогут осознать до глубины души вот эту истину о том, что они прощены, те люди смогут прощать других. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Но как Бог прощает? Давайте остановимся и рассмотрим это более подробно. Прощать, как прощает Бог, значит, будучи обиженным, сделать первый шаг. Сейчас я веду переписку с одним человеком, который твердо убежден, что его обидели, несправедливо. Этот человек уверен, что обидчик должен попросить у него прощения. Но бывает такое, что обидчик даже не подозревает, как сильно он ранил другого человека. Быть может, это произошло случайно, неосознанно. Быть может, нам кажется, что они сделали это умышленно, но они это сделали с чистыми намерениями. И они уже даже забыли об этом случае, не догадываясь, что они кому-то причинили боль. И если вы не подойдете и не скажете им об этом, то как они смогут догадаться просить у вас прощения? Но даже если они осознают, то мы должны проявить инициативу, сделать первый шаг. Мы должны простить в своем сердце еще до начала выяснения отношений. Вы, будучи обиженным, делаете первый шаг, потому что именно это Бог сделал. Давайте посмотрим. Самый первый грех. И Бог приходит к Адаму и Еве и возвал Господь Бог к Адаму после того, как тот согрешил и вкусил от запрещенного плода. «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся». И Бог в ответ говорит Адаму, «Кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Мы читаем здесь разговор между совершенным Богом и согрешившим Адамом, несовершенным Адамом. Бог возвал человеку, «Где ты, Адам?» И вот, что он услышал в ответ, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся». И Бог ему говорит, «Кто сказал тебе, Адам, что ты нах?» До этого Адам не сознавал своей ноготы, и он не испытывал чувства стыда, чувства, которые зачастую возникают из-за греха. «Кто сказал тебе, Адам, что ты нах?» И дальше Бог прямо в десятку, «Не ел ли ты от дерева, с которого и запретил тебе есть?» Вот в чем вопрос. И мы знаем, что Адам вкусил, но Бог сделал первый шаг. Мы читаем далее в этой книге несколько стихов ниже, 15 стих 3 главы. «И вражду положу между тобой и женой, говорит Бог, и между семенем твоим и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Это уже разговор Бога не с Адамом, а с сатаной. То есть будет семя, мы читаем из этого стиха, будут потомки. Именно это подразумевается под семенем, потомки. И мы понимаем, что это пророчество об Иисусе Христе. «Семя будет, он придет, и он поразит тебя в голову, сатана, хотя ты будешь жалить его в ноги, когда он будет на земле, но он поразит тебя в голову». И мы понимаем, что Бог уже сделал первый шаг, чтобы спасти человечество. Здесь в книге Бытие об этом предсказано. У Бога уже был готов план спасения. Бог делает первый шаг, чтобы найти Адама и Еву в саду. Бог не сидел и не ждал, но вот когда они наконец-то осознают свой грех, что они сделали, они раскаются и придут ко мне, когда они почувствуют себя несчастными. Не так себя ведет Бог. Вместо этого Бог делает первый шаг и идет навстречу человеку. Он мог сказать человеку, «Ты сам себя в это втянул, сам и выбирайся». «Сам придумай, как выкрапкаться из рабства греха. Попробуй-ка сделать это. А я здесь посижу и подожду, когда ты осознаешь, и у тебя созреет план». Но нет, Бог сразу же начал исполнять план спасения человека. Помните название этой лекции? «Прощать, как и нам прощено». Прощено Богом. Вы должны делать первый шаг, если хотите прощать так, как Бог прощает вас. Он, обиженный, делает первый шаг к обидчику, к тому, кто согрешил против него. Он проявляет инициативу. И вот человек, с которым я переписываюсь по электронной почте, ожидает, что другой человек сделает первый шаг, подойдет к нему, потому что он более духовный, он должен осознавать, что он совершил. И вот он ждет. Месяц за месяцом, а он не приходит. В чем дело? И я ему написал, «Ты должен сделать первый шаг, подойти к нему, провести инициативу». Такого не будет. И часто мы такое слышим. «Я не подойду первым. Я не сделаю этого. Я больше не буду с ним разговаривать до тех пор, пока он первым не подойдет». На самом Евангелие от Матфея, 18-й главе. Что ж, Бог сделал первый шаг в Эдемском саду. Но смотрите, Бог сделал первый шаг, чтобы спасти нас. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он не ждал, пока мы исправимся. Человечество, наоборот, опускалось все ниже и ниже, несмотря на откровение, которое им было завета, которые были посланы, человечество не могло стать лучше само по себе. И Бог делает первый шаг. И когда мы были еще грешниками, Бог пришел, послал Своего Сына и говорил нам через Него, через смерть Своего Сына. Как же Бог прощает нас во Христе Иисусе? Он сделал первый шаг, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним. Этот текст не объясняет нам подробно, как Бог предузнал и избрал нас до создания мира, но все же мы опять здесь видим, что Бог делает первый шаг, в самом начале, даже еще до создания мира. Он проявляет инициативу, прощает нас. И как Бог это сделал? Опять же, Он делает первый шаг. Христос умирает за нас, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Бог проявляет инициативу, прощая нас. И вас, которые были мертвы во грехах и вне обрезания плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас. И Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Христос простил нас еще до того, как мы Его попросили об этом. Будучи распинаем на кресте, Иисус говорил, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая жребий, богохульствуя, надев на Него терновый венец, избивая Его до полусмерти, Он истекал кровью и все же сказал, прости им, прости им, Он сделал первый шаг, находясь в предсмертной агонии, которую не переживал, наверное, ни один человек на земле. Осознаете и цените ли вы прощение, дарованное вам Богом во Христе? Осознаете ли вы, сколько вам прощено? Цените ли вы это? Размышляете ли об этом, чтобы мысль об этом проникала во все ваше существо? Доходит ли эта мысль до глубин вашего сердца, вашей души? Пропитаны ли вы осознанием того, сколько вам прощено в Иисусе Христе? Ибо это необходимо для того, чтобы суметь простить других. Каждый раз, когда вам причиняют боль, когда вас обижают, осознанно или неосознанно, вы можете вспомнить о том, как причиняли боль Христу, и как Он страдал. И вы не можете сказать, что Бог не понимает вашу боль. Он понимает. Христос страдал на глазах Своего Отца, и боль Отца была не менее велика. Размышляли ли вы об этом, чтобы это проникло до глубин вашей души? Он делает первый шаг. Он прощает нас за то, что мы вбиваем гвозди в Его руки и ноги. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Позвольте мне сейчас немного рассказать о себе. Я уверовал во Христа, когда мне было 12 лет. Однако, я не могу сказать, что я полностью подчинил свою жизнь Иисусу Христу. Только в колледже я стал размышлять о смысле своей жизни. И я помню тот день, когда я находился в таком отчаянии, потому что я не понимал, что делать со своей жизнью, для чего я живу. Мне казалось, что мне нечего предложить Богу, что во мне нет ничего особенного, никаких способностей, которым я мог послужить Ему. Я помню, я сидел за рулем своей машины, я помню, как я крепко вцепился в руль, и тогда я наконец осознал, каким грешником я был. Да, я не был уличным бандитом, я не делал ничего противозаконного, смотря на меня со стороны, можно было сказать, что я хорошо воспитанный юноша. Я осознал, сколько негатива во мне по отношению к другим людям. Во мне была гордыня, до такой степени, что я боялся что-то сказать, чтобы не потерять лицо. Я вспомнил текст из Библии, где говорится о том, что гордость как ожерелье обложила их. Я был скованным из-за своей гордыни. Я лишь казался смиренным, но я таким не был. И я наконец осознал, что Христос совершил для меня, что означало Его смерть на кресте для меня. Я осознал это, как никогда ранее, что Он совершенный умер за меня, такого несовершенного. Я чувствовал себя примерно так, как чувствовал Петр после того, как он по совету Иисуса закинул сети и вытащил столько рыбы, что еле помещалось в лодках. И затем Петр сказал Иисусу, выйди от меня, я человек грешный. И я чувствовал себя подобным образом, Господь, Ты настолько совершенен, настолько ярок Твой свет, Твое святое присутствие слишком трудно мне выносить. Но я в итоге сказал, Господь, возьми мою жизнь и делай, что хочешь. Я сам не смогу ее ни на что употребить. Твое прощение так велико, мне трудно это снести. Это был поворотный пункт в моей жизни. Я сказал Богу, возьми меня и делай, что хочешь, употребляй меня, как хочешь, для чего хочешь. Я Твой. Вот я. И осознав прощение, я стал видеть других людей в другом свете. Я осознал свои предрассудки, я осознал, что смотрел на людей сверху вниз, судил их напрасно. Я помню, как на следующий день я ехал в колледж на машине и по дороге телефонные столбы казались мне крестами и я начал петь «Крест предо мною, мир за мною». И это был момент в моей жизни, когда Бог показал мне, что значит Его прощение. И с тех пор стало проще, не всегда просто, но проще прощать других людей. И то размышление помогло мне размышление, к которому я должен возвращаться вновь и вновь. Но перемена произошла, когда я осознал, что Он сделал первый шаг. Он вышел навстречу мне, Бог Небес. И только благодаря Его любви мы можем прощать других, как прощены сами. Христос умер, чтобы простить нас, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Приняли ли вы Божье прощение в Иисусе Христе? Вот в чем вопрос. И если вы приняли, то прощаете, как и сами прощены. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Позовем Христе 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 Продолжение следует...